Всем привет, ребята. Мы дождались врача в субботу, поехали сегодня. Записались на субботу, но очень сильно болят ноги, пальчики. Стоп, посмотрите, врача нет. Почему нет, есть. Ходить больно. В школу она сегодня не пошла, поэтому у нас сейчас 10 часов утра. Посмотрим, что нам скажут. Нет, Ксюша 12 будет в мае. Ну вот он, конечно, его 10 садим. Мы пугаем все. 12, да, сын. Ждем врача. Что будет? Бютлер? Он что, тут сегодня? Ты что, его не видела, что ли? Видела. Здесь. Папа сказал, что его нет. Не знаю, почему папа сказал, что нет. А кому бы мы сюда приехали, здесь больше нет врачей. Это же его больница. Так, мы заехали за Каролиной. Как ваш, прошел карнавал? Здравствуйте. Нормально сегодня Каролина единорожкой была? Папа, у тебя в два раза в классе сюда трава. Да, у тебя сегодня два раза в школу. В общем, Ксюше ничего не сделали. Посмотрели, сказали отращивать ноготь, мазать. Недели две-три подождать, что там будет. В общем, что сказал врач? Он сказал, нужно прикладывать. Дал вот такие вот нам бинтики. Сначала нужно будет сделать ванночку йодовую, в воду добавить йод и 10 минут, чтобы ноги в воде побыли в этой. И потом вот этой вот мазью намазать. Пишут мне в комментариях по поводу ситуации Украины с Россией. Спрашивают, если мы в курсе, смотрим ли мы новости. Конечно, мы в курсе, мы все знаем, мы переживаем тоже, смотрим новости каждый день. Спрашивают также, за кого мы, за Украину, за Россию. Я вам так скажу, мы за мир, чтобы между народами был мир, чтобы никто не воевал. Просто переживаем за всех. Ситуация не из лучших, но мы надеемся, конечно, что все наладится. У нас сегодня в 5 часов утра так напугали. Все вскочили, испугались. У нас же начинается карнавал, уже начался карнавал. И по традициям сегодня, 24 числа, выходит ровно в 5 утра, выходят музыканты с инструментами на улицу и начинают играть. Прямо возле нашего дома. В 5 часов утра, как давай они играть, мы соскакиваем, слышно так еще, у нас еще и шумоизоляция хорошая в квартире. И нам это было слышно, музыку эту. Мы соскочили, вообще не понимаем, что такое вообще. Откуда музыка, что за праздник, тем более в такое время. В Швейцарии вообще запрещено шуметь. И мы уже проснулись, уже сообразили, что у нас же карнавал. Каролина прибежала, Макс прибежал, заплаканный плачет. Бабушка не проснулась, бабушка не услышала. В общем, все проснулись. Ксюша пришла к нам. Все сидим такие, что делать. Ну, в общем, они два раза не сыграли. И все, и ушли дальше в другое. В общем, у них тут, видимо, какие-то точки у них определенные. Ну, в общем, прямо возле нашего дома, чуть ли не напротив окна. Ну, в общем, мы послушали музыку. Ксюша лежит, говорит, я спать не хочу. Ну, реально сон пропал. Думаю, в 5 часов утра нам вставать в 7. 2 часа еще спать целых. Ну, все-таки все разбежались по своим кроватям и уснули мы. И, насколько я знаю, еще 28-го числа точно так же они будут делать. Потому что 24-е это как бы начало, 28-е февраля это последний день. Этот карнавал, знаете, он как масленица. Они именно таким способом отмечают, громкой музыкой, страшными масками, страшными костюмами. Они провожают так зиму, выгоняют ее, чтобы скорее зима закончилась и пришла весна. Я надеюсь, у нас получится. Я очень хочу попасть на карнавал, но, скорее всего, наш папа будет работать. У детей выходной. Ну, насколько я знаю, что у Макса, у Ксюши школа не работает в понедельник. А у Маргариты с Каролиной, так как они в другую школу ходят, то, скорее всего... Ну, не знаю, Маргарита мне сказала, что не выходной, что они идут в школу. Мы как-то снимали у нас старые-старые наши влоги уже. Кто нас давно смотрит, они знают. Мы делали, мы раньше снимали влоги именно этого карнавала. Мне кажется, это года 4, наверное, назад. Если где-то там найдете, не знаю, кто-нибудь, может быть, поищет, может, найдете. Ну что, Маргарита тут накручивала себе волосы. Я смотрю, плойка лежит. Мы до сих пор продолжаем искать платья для нее. Она сказала, что вроде как она теперь хочет пышное платье. Ну, не сильно, но немножко пышное. Девчонки со школы, ну, с ее класса, они сказали, что у них будут пышные вот бальные платья. И мы вчера опять искали. Мне кажется, сейчас все ищут на этом сайте, на сайте Золанду, потому что там прям очень сложно найти, размеров практически нет. Вчера я нашла одно платье, сейчас вам покажу. Оно белое, но оно красивое вот. У нее получается вот здесь вот такой вот крест, крестиком, видите, сзади на спине красиво. И впереди обшита тоже бисером. Еще одно платье я нашла, но оно голубое. Я не знаю, как оно ей понравится. Видите, оно тоже красивый такой цвет, небесно голубой. И мне понравилось тоже тут вот красиво вверх. Очень красиво. Спинка. Прямо, знаете, так вот вышита красиво. Ну, придет, я ей покажу. Вот, есть такое же белое. Вот, но, по-моему, размера белого нет уже. Да, уже нет размеров. Все скупили. А вот у этого есть размер. 34-й. Как раз вот ей нужен 34-й. Еще есть такое синее. Ну, синее чуть не очень не нравится. В общем, я ей покажу, что она мне скажет. Все, больше я ничего не нашла. Вот эти вот только. Ну, вот это жалко очень. Я буду ждать, может быть, кто-то вернет. Может быть, оно не понравится, и они вернут обратно. Я буду ждать. Видите, как Каролина пришла со школы? Вот она в этой пижамке ходила. В школу. Единорожка. Смотрите, какая теперь миска с водой. Буфейки. Знаете, что он вчера делал? Вчера он бегал, резвился, бесился. На повороте его занесло. Получается, он бежал оттуда. Вот так вот он разогнался. На повороте его занесло. Он отлетел. Стукнулся вот об эту вот. Керамическая у него была чашечка. Стукнулся об нее. Она отлетела вот сюда к стенке. Ударилась и раскололась вся. Представляете? Наверное, я ему куплю металлические. Вот как у Бонни. Бонни, покажи свои. Покажи. Вот у него такие металлические. Они точно не разогнят. Самые практичные. Да, Бонни? А туфелька у нас сумасшедшая. Как ракета летает по квартире, да? Мне, оказывается, нужно сходить в подвал за платьями. Кстати, она согласилась на туфли. Она сказала, что она купит туфли. Но хочет взять такие. Пойдем гулять. Пойдем, пойдем. Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Куда ты пошла? Деловая. Думает, я с ней далеко пойду? Стульчик. Ты думаешь, я далеко пойду? С тобой Маргарита пойдет гулять. А я тебя пока здесь выгулю. Скоро газон подстригать опять. Маргаша приехала. Как дела? У тебя уже все, кудряшки распрямляются. Мама, можно я еще сделала? Там мало на всех. Маргарита не любит свиньи. Бекон жарим. Мы все-таки пожарили, но Ксюши мало. Макси. Ты что, спанч-боба смотришь? Я. Я. Ну что, будем смотреть на платье? Это чуть кризна. Вот она серая. Ну, она помятая, конечно. Она красивая такая, вышитая. Тут тоже вышит на лямочках. Нет, я ни разу его не одевала. Почему? Не знаю. Тут размер на... Это С-ка. Тебе Х-С-ка вообще-то. Надо смотреть на сколько. Здесь другое платье. Но это синее платье. Оно такое. Но оно тебе не подойдет. Оно тебе большое точно будет. И еще одно такое красное. Оно тоже тяжелое. Возьми. Ну, прям. Ну, красное Маргарита не хочет, но оно будет точно большое, потому что оно даже в ней немного великоватое. Это, не знаю, тут размер не написан. С-ка, красный. С-ка, красный. С-ка, красный, конечно. Это большой сороковой. У меня 36-й вообще. Она красивая очень. Я тоже его ни разу не надевала. Вот, смотрите. Все тоже вышитое. Вот это красивое. Прямо с самого низу все вышитое. Оно длинное. Оно мне длинное, Маргарита. Оно мне длинное очень. Вот это померяй, серенькое. В общем, вот так. Оно большое, конечно, ей. Тут, да, сразу видно. Попыривается. А так ничего, да? И по длине хорошо. Сеточка, вышитая бисером. И подклад серенький. Тут тоже вот так аж должно быть, если по размеру. Тут можно регулировать лямки. Красиво. Блестит. Большеватая. Мы уже заказали. Сколько? Четыре или пять. Четыре или пять платьев мы заказали через интернет. В общем, на следующей неделе приедет. Будем мерить. Там уже я заказала 34-й размер. Примерно такие же, да, мы заказали? Да. Тоже из Бреста. Да, тоже там вышитые. Вы получили платье? Нет. Это мое платье, да. Смело, да? Но оно большое. А широкое? Слушай, а ничего нельзя с него сделать? Ушить, если только. А? Если только ушить. А давайте попробуем. Я хочу взять. Делаем йодовую ванночку. Нормально? Не сильно горячо? Ну, все, сиди 10 минут. А потом будем мазать. Сейчас кутилик. 9-10 минут ставь. Все, пальчики перемотали. Тут какая-то мазь такая коричневая. Тоже на йод похожая. Не знаю, с чем она состоит. Она в детском костюме. Коричневого цвета. Пойду. С каким? Этими. Старварс? Да. Хорошо. На фасмах? Окей. Смесим. Все, Ксюнь. Ты почему так сидя спишь? Так не сплю, так упаду. Давай, опускай до конца. Надо ровно спать. Опять нужно. Знаете, вот неудобно, конечно. Дверь, когда закрывается, и из-за ветра они все падают. И постоянно нужно их обратно приклеивать. Может быть приклеить на другой скотч? На простой? Сейчас приклею. Все спят. Я буду заниматься своими делами. На правой руке всегда не очень хорошо, не очень качественно получается. Видимо, потому что я делаю левой рукой. На левой руке все идеально. На правой всегда косяки. Поэтому я сегодня буду исправлять свои косяки. Иначе смотрится вообще некрасиво. Левой рукой очень плохо получается. Некачественный маникюр. И знаю, что меня просили уже. Который раз просят показать мои все материалы, чем я пользуюсь. Мои все машинки. Лампа. В общем, сейчас я покажу. Например, вот такая вот у меня машинка. Я ее брала давным-давно на китайском сайте. Так что она не профессиональная. Здравствуйте. Что вы здесь? Пришли. Ну, а на Алиэкспресс тоже таких много. Вот. Она недорогая. И служит она мне уже лет так пять. Это точно. Не ломалась. Ничего. Вообще замечательно. Покупаю я отдельно только вот эти вот фрезы. Такие вот я отдельно покупаю. Не китайские. Лампа. Лампа тоже китайская. Кстати, уже нужно менять ее. Потому что у меня одна лампочка перегорела. По-моему, вот эта. Либо вот эта. О, вот эта перегорела лампа. В общем, сушить нормально, в принципе. Но все равно неудобно получается. По бокам вот эти работают. А верхние не работают. Вот. Что здесь за марка? Не знаю. Вот тут написано. Бурану. Тоже покупала на китайском сайте. Дешевая. Тоже служит уже. Вот вместе вот с этой вот машинкой я покупала. Вот. Что я еще? Пилочки мне уже нужно купить. Видите, они уже какие нехорошие. Так. Это я тоже покупала китайский набор, но он не очень качественный. Поэтому лучше такие фрезы китайские не брать. Так что у меня тут формы. Такие вот бабочки. Вот. Щеточка обыкновенная. Вот. Такие тоже пилочки заказывала. Тоже вот хорошие. Они очень хорошо шлифуют. Вот. Еще есть фрезы. Мне нужно их почистить. Упс. Вот такая вот есть. Вот. Такая вот еще. Тоже она немножко забилась. Нужно ее почистить. И вот такая вот. Также я себе покупала на китайском сайте. Вот такие вот разные трафареты. Но тоже качество не очень. Но они не глубокие. Вот эти вот прорезы все. Они не очень глубокие. Поэтому рисунок получается не такой яркий, не такой четкий. Все эти всякие разные. Двух сторон. Тут вот на новогоднюю чематику. Олени. Всякие тут насекомые. Чемоданчик. У меня тут все лаки. Все кисточки. Тут вот кисточек у меня. Очень много всяких разных. Зачем столько, не знаю. Я не пользуюсь всеми. Я пользуюсь там 2-3 кисточки мне нужны. Но почему-то у меня их так много. Вот. Такая вот у меня подушечка. Тоже она со времен вот этих вот машинок. Вот тут у меня щипчики разные. Тоже пилочки. И здесь лаки. Это у меня безборсовые салфетки. Тоже Китай. Целая упаковка. Давно покупала. Еще, видите, не закончилась. Так. Главное у меня тут... Ой, только не вытекайте. Это у меня что? Увагель. Я пользуюсь больше вот этим. Вот. Я не могу даже сказать, какая это марка, потому что все стерлось. Он у меня уже заканчивается. Но он у меня самый любимый. Поэтому и заканчивается. Видите, там уже прям все на донышке. Вот. Дальше. Я его покупала, по-моему, на каком-то немецком сайте. В Германии я покупала через интернет. Вот здесь. Вот уже тоже разлетелась. Крышка. Это я через Китай покупала. Вот так вот называется. В принципе, мне понравилось. Он прозрачный. Тоже уже заканчивается. Вот его там не видно, но мало тоже на дне осталось. Вот это мне понравилось. По-моему, тоже через Китай, если я не ошибаюсь. Вот еще такой. Но это камуфляж. Камуфляж мне не очень нравится, потому что плохо сохнет. Он у меня не просыхает. Вот. Его у меня много. Он практически полный. Не просыхает. Либо сушить дольше надо. Не знаю, сколько раз я пробовала. Вечно у меня серединка мягкая получается. И лаки. Лаки у меня абсолютно разные. Вот это вот я тоже через китайский сайт брала. Цветные. Вот такие вот мне бабуля привозила. Что тут у меня еще? Вот такой вот Коди. Тоже неплохой. Бабуля мне привозила. Так. Вот это вот я заказывала. Не помню, где я заказывала. Но, в общем, так это называется. Тоже неплохой. Вот такие вот. Тоже неплохие. Это у меня здесь дегидрат. Ну, в общем, в принципе, все такие же. Одинаковые. Вот такие вот. Так вот это тоже неплохой лак. Обезжириватель у меня здесь. Ну и все. Больше у меня здесь ничего нет. Вот штампики. У меня вот такой вот штампик. Потом здесь у меня еще штампик прозрачный. По-моему, он там уже весь потрескался. Да, его кто-то взял и поломал. Вот маленький штампик тоже есть. Попробовать что-нибудь, может быть, сделать. Какой-нибудь рисуночек. А вот здесь вот весь испортильное. Выбросить его. Тут ромбики. Какие-то тригоночки. Тоже для маникюра. Такой вот пушер. В основном я вот только пушером пользуюсь. И все. Этими штуками не пользуюсь. Вообще, мне не мешало бы тут порядок навести. Бородак такой. Все перемешано. Все непонятно валяется. Вот у меня апельсиновые палочки. Вот ими я тоже, бывает, отодвигаю кутикулу. В принципе, все, ребят. Больше ничего у меня нет. Так. Вот эти вот дотсы, да, по-моему, если я не шиваюсь. Но я тоже ими не пользуюсь. Пару раз использовала. Так, вот магнитик для лака специального с магнитом. И вот, о, я нашла. Наклейки, формочки, да, чтобы делать французский маникюр. Всякие разные. Это у меня масло для кутикулы. Кстати, уже заканчивается. Чуть-чуть совсем осталось. Такой вот с кисточкой. Называется опи. Ну вот, в принципе, и все. Все, что у меня есть для маникюра. Опять себе решила поменять форму. Сделать квадрат. Такое. И покороче. Что-то мне тяжеловато с длинными ногтями. Такая вот непостоянная. Но, наверное, сегодня только эту руку сделаю, потому что уже время. Вот эту вот я фрезу снимаю. И теперь, чтобы мне убрать птериги, я буду пользоваться вот этой вот. Очень удобная. Надеваем. Закручиваем. Вот так вот. Все. Включаем. Сделала я одну руку. Такие вот коротенькие. Ну, а это уже буду завтра делать. Сейчас буду готовиться ко сну. Чистить зубы, умываться. И, в общем, все свои процедуры для лица сделаю и спать. На сегодня влог заканчиваю. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok